Близнецы, и снова здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Леекцер, и в текущем видео хочу вам по традиции предложить Тараскоп на июль 2018 года. Как и прежде, расклад покажет вам 6 позиций, а именно общую атмосферу месяца, и какие события у вас отыграются наиболее вероятно в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карта даст вам совет, как провести этот месяц для вас наиболее продуктивно и благоприятно. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Однозначно, он не может проиграться для десятитысячных масс. Поэтому многим из вас необходимо смотреть Тараскопы, или по знаку Зодиака, или по знаку своего Асцедента. Здесь вы уже сами сопоставляете, какие расклады у вас проигрываются наиболее ситуативно. Сегодня мы будем с вами работать с колодой Таро Книга Теней. Колода очень красочная, очень игривая, но добрая. Так, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, будем смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. И совет от карт, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Тушь жезлов. Карта бешеной энергетики, повышенной активности, новых начинаний, новых идей, новых запалов, знакомств, ситуации, новых проектов. То есть все то, что дает вам новую энергию. Жить, творить, любить. Так что июль месяц, это, знаете, карта, я бы сказала, горячего временпрепровождения. Ну, горячего в каком-то, знаете, продуктивном смысле этого слова. Потому что здесь это то, что будет вас питать эмоционально. Давать вам мотивацию, давать вам вдохновение. И вы будете вот полны жизненных сил. Это самое главное. Так, что вас ждет в плане работы? Смерть. Уточню вот этот аркан, объясню почему. Потому что здесь, именно в этой колоде, это четко говорит о том, что пришла ситуация что-то поменять. И для вас это крайне болезненно. Потому что здесь смерть. Это необходимо отказаться от вашего прошлого, чтобы начать новый этап. Для многих это проиграется, как, знаете, например, если вы были без работы. Это ситуация, да, вам лень, но необходимо, быстро доустраивайтесь. Если же вы работали, то это увольнение и переход на новую работу. Либо для кого-то это может проиграться, как, знаете, уйти в декрет по причине беременности, да. То есть и нравится коллектив, и нравится работа, но для вас есть более значимая задача. Либо же, если у вас делается свой бизнес, это возможность, знаете, как ситуация, попрощаться с кем-то из партнеров. Либо преобразовать свой вид деятельности. Идет ситуация реструктуризации. Ну, давайте посмотрим, чего же именно здесь касается. В любом случае, понимаете, по смерти это то, что вам вот крайне тяжело. То есть вы отпускаете это с тяжелым сердцем. Потому что вот здесь даже если посмотреть визуально на карту, вы продаете дом, с которым у вас очень много связано. Воспоминаний, ряд жизни. Ну, то есть, понимаете, ситуация, в которой вы очень сильно прикипели. Так, что же у вас здесь? А для многих это еще, знаете, может быть болезненно в каком контексте. Вы понимаете, что надо уходить, потому что здесь у вас ситуация служебного романа, которая может не иметь развития. И вы понимаете, что это неизбежно. И, скорее всего, вам придется покинуть это место работы, дабы либо сохранить свою семью, либо сохранить семью этого человека, либо в целом свои какие-то жизненные приоритеты. Так, как же для вас месяц сыграется в плане финансов? Двойка кубков. Ну, однозначно здесь карта прибыли. Либо из-за партнера. То есть идет, знаете, как получение какой-то дотации от любимого мужчины. Либо же в целом, поскольку это двойка, получение денег из нескольких источников. То есть здесь может быть и зарплата, получение дохода от хобби, либо от любимого мужчины, либо в целом от родственников. То есть здесь для вас ситуация бьет ключом. Не переживайте по этому поводу, потому что в финансовом аспекте или в месяц для вас крайне благоприятен. Так, что же вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья здесь у вас падает рыцарь мечей. Рыцарь мечей карта не является какой-то, знаете, вот сама по себе негативной. Здесь, да, она указывает на какую-то травмоопасность. Ну, вот из серии, не знаю, там, вязали и укололи себе спицы, либо там готовились каким-то образом, там, порезали себе пальцы. То есть ничего серьезного, но тем не менее, то, что для вас может быть, знаете, как досадным. Либо там, не знаю, шли наступили на гости в таком контексте. Но с позиции здоровья, то есть будьте более внимательными. Более внимательными смотрите под ноги, не суетитесь, то есть знайте, как обезопасить себя от каких-то мелких травм и порезов. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? Ой, а вот здесь вот, скорее всего, и проиграется вот эта ситуация, потому что, видите, тройка мечей. Я вам сейчас объясню, почему. Безусловно, это проиграется не для всех, но вот так как мне идет интуитивная информация, так может проиграться у большинства. Вот по тройке мечей здесь не идет ситуация любовного треугольника. Это ситуация неизбежного выбора. Причем выбора, скрипя сердцем, потому что здесь вы не хотите этого. Вам крайне тяжело на это решиться, на этот отъезд. Понимаете? На эту ситуацию. Либо в целом, видите, ситуация письма. Либо вы получаете письмо, известие о том, что вот да, все, конец. Либо вы пишете это письмо и рыдаете над этим письмом, потому что вы не можете, вы никак себя, знаете, вот... Ну, как вам правильно объяснить? На это уговорить или застать? Вот, видите, уже ключи, собраны вещи, то есть вы куда-то уже переезжаете. Так что вот такая ситуация. Если вы, например, на текущий момент свободны, да, одиноки, то для вас эта ситуация никаким образом, когда она не поменяется. Единственное, что у вас здесь может угнетать ваше одиночество. Но не более того, но если вы находитесь в паре, это ситуация каких-то неизбежных решений. Например, пожить на время какое-то отдельно, дабы сопоставить и разобраться, что же вам нужно. Либо вы в целом понимаете, что вы не подходите друг к другу, вам необходимо будет вообще разорвать отношения. Либо вы понимаете, что вас любят, но человек вам не подходит, и вы не считаете нужным напрасно тратить свое время, какие-то ресурсы. Так, хорошо. Совет от карт. Совет от карт двойка жезлов. Ну, как говорится, время творить, прикладывать всю свою энергию на какие-то новые начинания, на какие-то новые планы. Потому что вот, понимаете, ситуация из туза жезлов переходит двойку жезлов. То, что вы запланировали себе и задумали в июле месяце, вы не только этого оплатите, но это вы будете развивать и в дальнейшем. То есть, если это с позиции перехода на новую работу, однозначная будет ситуация трудоустройства и укрепление своих позиций на работе. Если, опять же, с позиции отношений, то, знаете, уйти из угнетающих вас отношений и связей. Здесь, кстати, даже, знаете, может проиграться сама по себе ситуация, когда вы не планируете, то есть, любовного треугольника нет. Вы уходите, и здесь сразу идет ситуация нового знакомства. Так что вот так. Месяц для вас достаточно такой интересный. Но, опять же, вернусь к личной жизни. Здесь такой момент. Не для всех это проиграется, как ситуация разрыва или расставания. Здесь может быть отъезд партнера. Знаете, как на заработки куда-то. И вы в этом сожалеете. Это то, что разбивает вам сердце. Но вы понимаете, что это неизбежно. Потому что здесь, именно по этому аркану, не идет ситуация любовного треугольника. Вот такие вот моменты. Так, надеюсь, что для вас появятся только положительные аспекты. Искренне от всей души я вам этого желаю. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы можете найти под этим видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехца. До новых встреч.